Всем привет! Всем привет! Меня попросили сделать первый слайд, чтобы он не выбивался из концепции, поэтому я сделал первый слайд. На самом деле моя презентация будет выглядеть немножко по-другому. Вот так вот. Значит, начнем с первого слайда, на нем представление. Нам написано, что меня зовут Миша, мне 25 лет. Я работаю Ruby-разработчиком уже 3 года. Сейчас я уже год работаю в DataArt Киев. И, собственно, я разработчик. Я очень сильно, прошу прощения, я сильно волнуюсь, я редко выступаю перед аудиторией, поэтому, возможно, будет мой доклад не таким хорошим или медленным. Ну, в общем, простите. Так вот, хотел бы спросить, много ли среди вас людей, которые разрабатывают на Ruby? Ага, ага. То есть есть люди. Возможно, вам будет не так интересно, как остальные. А может быть, остальным тоже. В любом случае, начнем. Я бы хотел рассказать о том, как вообще для меня началось программирование. Это не потому, что я эго-маньяк, а потому что я не знаю других жизненных историй, но я надеюсь, что я сделаю потом какой-то более важный поинт. Так вот, программирование для меня началось с Олимпиад. Это такие вещи, когда учеников собирают и дают им такие сложные-сложные задачи, в которых написано, есть какие-то мудрецы, там какие-то колпаки, там что-то происходит, и надо решать какую-то эту задачу. Код в результате обычно на Pascal выглядит как-то так. Там куча разных переменных, которые называются, как правило, одной буквой, двумя буквами. И после того, как вы напишите эту задачу, нет никакой вообще возможности вернуться и понять, что это было. Вернуться к начальному. Потом был университет, и в университете давали лабораторные работы. Лабораторные работы мы писали в основном на C, и там уже появилось такое невероятное понятие как функция. И мы даже начали выносить какие-то подрутины в какие-то отдельные части и даже использовать код потом. После этого мне, после окончания университета, мне довелось работать на Java. На Java мы писали игры, и там появились такие понятия, как классы, наследование, вот это все. То есть очень много всяких разных вещей, которые были выучены, наслаивались одну на другую и, соответственно, давали возможность писать более хороший, более красивый код. Вот эти вот все умные слова, еще тысячи их, инкапсуляции, полиморфизм, наследование, рефакторинг. Все они нужны для того, чтобы, ну, вы знакомы с этими понятиями, они делают наш код все лучше. Вот. Но что было бы, если бы этих понятий не было? Если бы этих понятий не было, мы бы также писали код на однобуквенных переменных и не способны были с ним потом работать. Мне однажды потом во время работы встретился человек, который не знал, что такое массивы, там, например, или называл классы какими-то непонятными переменными. Вот. К сожалению, она не очень красиво отформатировалась, но есть такая цитата из известной статьи 1982 года о том, что настоящие программисты не используют Pascal. Настоящий программист может написать программу на фортране на любом языке. Вот. Но дело в том, что эта дорога идет в оба пути. Когда потом, через какое-то количество лет после олимпиадного программирования, мне довелось писать, решать какую-то задачу, решая ее уже на Ruby, я пользовался всеми теми понятиями, которые я понял и узнал за время и годы разработки. То есть я написал какие-то классы, какие-то примитивные методы соединить. В общем, это мне помогло. В принципе, если бы я писал на Pascal, то я точно так же пользовался бы какими-то структурами, выносил данные в отдельные списки и так далее. В результате у меня возник такой вопрос, для кого мы пишем код. И, в общем-то, ответ, ну, как бы напрашивается сам по себе. Мы пишем код для заказчика, ну, потому что заказчик – это тот, кто платит нам деньги. Но это неправильно, потому что код, который мы пишем, заказчику по большому счету не очень интересен. Заказчику интересно, как решают его задачу и что в результате будет готово. Если бы была возможность построить каких-нибудь роботов или нанять людей, обучить их и выдавать тысячу HTTP-запросов в каждый терминал, если бы это было дешевле, заказчик бы согласился. Поэтому сейчас я отвечу на этот вопрос, но более глобальный вопрос. Что такое компьютерная программа? У нас всех училищ. Как бы вход, черный ящик, на котором нарисован этот самый… на котором просто черный ящик, в него подается вход, подается выход. Но я считаю, что это тоже неправильно, потому что если ваша программа непонятно как работает, это нормально для заказчика снова-таки, но не нормально для тех людей, кто будет читать ваш код. Если вы пишете черный ящик и какой-то человек потом доведется ему вдруг работать с этим кодом или вам самим придется редактировать этот код, в результате вы узнаете, что черный ящик – это не так хорошо. Поэтому я предлагаю вам раскрашивать ваши ящики, рисуйте их красными, пишите, что этот код делает то-то и то-то. То есть объясняйте, собственно, из чего состоит ваше решение. Поэтому чем хорош Руби? Когда я начал писать на Руби, я понял, что у него очень много хороших и приятных моментов. Синтаксический сахар – это вещь, с которой мы все начинаем. Руби, в принципе, позволяет избавиться от кучи стран… Ну, не странных, ладно, нужных, таких нужных вещей, как точки с запятой или круглые скобки. Вы можете вызывать методы в Руби… Ладно, мне очень нравится код, который я написал в примерах, тем не менее. Что я пытаюсь сказать, что Руби позволяет нам не писать точки с запятой. Многие знают… Как я говорил, я уже волнуюсь. Точки с запятой, как мне кажется, это необходимое зло, которое… Когда раньше были не такими умными интерпретаторы, когда они говорили, что у вас проблема в том, что вы пропустили сэмиколон, вам необходимо было писать код по каким-то правилам. Если у вас нету этих ограничений, вы можете чуть легче и чуть меньше тратить времени на то, чтобы бороться с машиной, а не писать, собственно, тот код, который есть. Руби код в какие-то моменты становится вот таким. Есть методы, которые заканчиваются на знаке восклицания, есть методы, которые заканчиваются на знаке вопроса. Вы в конечном итоге, если вы пишете на Руби, вы пишете предложение, а не пишете код, что к этому мы еще вернемся. Вот. Как вы знаете, Руби про метапрограммирование, и мой доклад там тоже такой мета, не знаю, может быть, кому-то понравится. Так вот, метапрограммирование значит, что кроме манипулирования кодом, собственно, этим, как работы компьютера, мы еще и манипулируем самими основами языка. В Руби есть открытые классы. Вы можете дописать любому методу, любому классу родному, какие угодно, добавить ему какие угодно функции, вывести этот код. Как вы видите, здесь я стандартному классу строка дописываю метод, который выводит его красненьким. И мы можем получить результат, который, соответственно, меняет любые родные классы. Точно так же, если вы писали на Руби или Рельсах, вы знаете, что возможны вот такие структуры. То есть добавленные методы к классам позволяют написать нам к обычному числу, прибавить метод 10 дней назад и увидеть, что 10 дней назад было как раз вот первое 07, 1056. Вот все честно. Ну, простите, не честно, это UTC время, плюс 3, 6-й класс. Вот. Руби позволяет писать custom DSL. Я не нашел перевода этого понятия, но выглядит это так. Вот эта презентация, которую я сейчас вам показываю, она написана на Руби. Руби позволяет писать внутри языка свой язык, с помощью которого мы можем описывать все, что угодно. То есть, в частности, в данном случае применение… Код не мой, да, я нашел его. Это open source, к которому мы еще вернемся, но тем не менее. Это позволяет написать сайты, написать презентацию, вот как вы ее видите прямо сейчас. Что… Вот эти все понятия, они приводят к такому странному предложению за RubyWay. Вещи, которые учат разработчиков на Ruby. RubyWay говорит о том, что надо писать код красивый. Ruby придумали в Японии, а японцы, как вы знаете, они очень любят красоту. Поэтому они говорят, код должен быть красивым. А красивый код – это такой код, который больше похож… Во всяком случае, в Ruby похож больше на текст, чем на код сам по себе. Пример, как снова-таки, не очень. Но что я пытаюсь донести, это то, что если вы пишете на Ruby, и, возможно, на другом языке, если вы делаете свой код больше похожим на что-то, то, что можно читать его, соответственно, легче понять, легче понять, в чем проблема здесь, легче понять, в чем, собственно, дело. И найти баги тоже проще. Соответственно, если вы… Ruby весь основан на open source, если вам нужно пользоваться какой-то библиотекой, то вы можете найти ее и сразу же разобраться в том, что там написано. Потому что RubyWay, потому что… Недавно я смотрел очень полезный и очень хороший доклад. Очень советую посмотреть его. Это бывший дизайнер Apple. Он представил, что как будто доклад, который он делает, делается в 1970 году. И он рассказал, что в принципе… Не очень хорошо видно, но в принципе есть очень много разных вещей в программировании, против которых боролись. То есть когда был бинарный код и появился первый ассемблер, люди, которые писали на бинарном коде, были крайне против того, чтобы переходить на ассемблер, потому что это было непонятно, ненужно и неэффективно. После ассемблера они переходили на фортран точно с такой же сложностью, потому что отказываться от старых концепций было достаточно неприятно и неуютно. По мне такой же переход приблизительно по сложности от процедур к объектам. Для меня это было от Pascal к C, от C к Java, от Java к Ruby, потому что Ruby был приятен и интересен в изучении. Но возникает вопрос, что будет дальше. Знаете, у нас самая прогрессивная профессия в мире, но я считаю, что возможно когда-нибудь мы придем к тому, что мы будем программировать не на Ruby, C или JavaScript, а задавая на естественном языке команды компьютер. Возможно это не так, но языки развиваются все дальше и дальше, и не стоит забывать. К чему это все? Я, может быть, недостаточно понятно донес свою мысль, но тем не менее я считаю, что мир меняется, и мы не можем оставаться на месте. Мы не можем не изучать новое. Поэтому я всегда предлагаю… Понимаете, не обязательно проходить именно этот путь. Если вы учите новые языки программирования, в любых областях можно найти что-то интересное. В Леспе, в Прологе, в Хаскеле. Что бы ни было, мы всегда должны находить это новое и не забывать о том, что у нас уже есть. У нас есть багаж знаний, который был до этого, и если мы переходим куда-то в новое место, то мы должны не забывать о том, что мы принесли его с собой. То есть если перефразировать ту фразу, которая была про фортал, you can write Ruby in any language. Поэтому если вы прощаетесь с Ruby и уходите куда-то, потому что у меня много знакомых, которые говорят о том, что они уходят с Ruby в JavaScript или с Ruby в Go, не забывайте о том, что у вас был RubyWay, о том, что вы писали понятный код, о том, что вы писали его для тех людей, которые работали с вами. Или если вы вдруг приходите к Ruby и вас хотя бы немного заинтересовало то, о чем я говорил, то добро пожаловать. На этом, пожалуй, все. Поэтому спасибо за внимание.